Девушки отдыхают Судьбоносный, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, день День величайшего торжества для многих присутствующих здесь И день в известном смысле печали и скорби для тех, кто прощается с теми, кто уходит радостно Разрешите открыть и предоставить слово, как всегда, для традиционного напутствия, не вижу священного писания Дмитрий Кириллович Спасибо, Дмитрий Алексеевич, священное писание Вы знаете, как в этом анекдоте Поэтому не будете священное писание цитировать, тем более, что регулярно его цитировал вам И вообще речь моя будет непривычно короткой, поскольку на протяжении пяти или шести лет Вы уже наслушались так, что долго будут Снится, помню, да Вся Россия Снится Долго будет Действительно день такой радостный В основном для вас Для нас он тоже радостный Но и печальный, поскольку дети уходят Хотя дети уже в возрасте, все равно дети Когда-то вы должны начать уже самостоятельную жизнь Поэтому и это, у кого уходили взрослые дети Вы знаете, что когда ребенок растет, всегда увеличивается дистанция между ним Психологическая дистанция между ним и родителем Правда, духовная может сократиться Но это уж как получится И, конечно, мы подводим итоги пройденного пути Каждый из вас, наверное, уже сам внутри себя подвел Но и по окончании вот этого Когда вы совсем выйдете из тех наркога Тоже будет подведение Хочу сказать вам, что Когда-то, несколько лет назад Мы на входе дали вам целый ряд обещаний Нет, сейчас уже не будем обещать Но мы сказали, что учиться в РХГА интересно Тут сложно сказать, да Я не могу утверждать, что мы Что с вашей точки зрения полностью выполнили Это вам виднее Но трудно Это обещание, да Сдержали Вы сами видите, сколько вас пришло И сколько вас уходит Вчера у меня был По работе в гостях Директор от Некрасовского колледжа Санкт-Петербурга Ну, это лучший, крупнейший, педагогический у нас Сетевой проект Он говорит, я вообще так завидую Я с Константином Евгеньевичем говорил 40% отсела Ух ты, да Классно вообще У нас, у нас на них бюджет Невозможно Но мы если 15% отсеиваем Нас уже ругают за весь период обучения А у некоторых педагогических колледжей Вообще 0% стоит в плане отсеять Вот как хорошо у вас в РХГА Работать То есть трудности были Да, не будем Ну, что еще мы вам обещали Что вы попадаете в необычный вуз У которого миссия Концепция И в общем По идее Должно было измениться сознание В хорошем смысле этого слова То есть не только вы должны были Наесться определенной информацией Но должны были еще и переварить И усвоить Ну, тоже вопрос Такой спорный Выполнили мы это обещание Это вам, так сказать Надо будет посмотреть Но я все-таки надеюсь Что вы изменились За этот период жизни в РХГА И что наше обучение Оно не просто предполагает Насыщение информации Оно Мы не побоимся этих слов Возвышенных Приобщаясь к истине Что обозначено И в самом названии Христианская академия Вот Ну, а истина освобождает Я думаю, что вы выйдете В более свободном месте НРХГА В хорошем смысле этого слова С чем вас и поздравляю Ну и наконец Еще было дано вам всем обещание Которое мы точно знаем Что если не выполнено Если мы выполнили до сегодня До сей минуты То буквально через Несколько минут Выполним Тем, кто успешно пройдет программу И будет аттестован По всем параметрам Будет выдан диплом Государственного образца В соответствии со своей программой С чем вас и поздравляю И это обещание пока не выполнено Но в ближайшие минуты Будет выполнено Ну и я хочу со своей стороны Сказать, что мы делали Максимум возможного Как нам кажется Чтобы миссия наша была исполнена Чтобы вам было с нами хорошо Если у нас что-то не получалось Я от лица всех преподавателей Сотрудников и себя лично Почу принести извинения Что мы в чем-то Не оправдали ваших ожиданий Но надеюсь, что все-таки В основном оправдали После того, как вы получите дипломы Ну, сначала выступают Да, преподаватели Еще перед вручением Вы, конечно, можете сказать Все, что вы думаете о нас Уже расписавшись в журнале И завтра проверим Так сказать, промониторим Проведем мониторинг Эффективности работы Нашего учебного заведения Так Желаю вам успехов И помощи Божьей На вашем Термистом пути У меня все, Дмитрий Викторович Спасибо большое, Дмитрий Викторович Чувствовано, ну, в миру так Энергично Мария Викторовна Рубнева Декан факультета психологии Философии человека Ну, наверное, очень трудно говорить с людьми У которых теперь измененное сознание И не знаешь, в какую сторону оно изменилось Это рискованно всегда Ну, и поэтому сразу стоит вопрос О необходимости, наверное Это измененное сознание исследовать Или для того, чтобы оно воплощалось В каких-то ваших творческих статьях Монографиях, трудах И сразу приходит мысль о том Что, наверное, нужно задуматься В какой-то части Которая совсем нас не боится О том, чтобы продолжить образование здесь И не расставаться с альмаматором Но это, наверное, разные мысли А главное Это то, что Мы очень рады Что мы были вместе Мы очень рады То, что мы дарили друг другу Разные мысли То, что мы открывали Неизведанное вместе То, что у нас был Достаточно длинный диалог Который, возможно, оборвется Или продолжится То, что мы научились Совершенно по-новому Воспринимать окружающую действительность И ее современность Соотнося, как минимум Начиная с античности То, что у нас теперь На всю есть По крайней мере Три точки зрения Культурологическая Историческая Философская О, четыре Психологическая Вот И это очень радостно И очень приятно Я вас поздравляю Вы, наверное, догадываетесь Что нам Очень приятно Ну, есть, конечно Элемент печали Но все равно Радость перевешивает Потому что Мы коллеги Мы партнеры И мы имеем возможность Общаться дальше И вы когда-то Совершили первый шаг Чтобы освоить Этот этап В структуре образования И я вам желаю Совершить следующий шаг Именно тот Который сделает вас Еще более счастливыми Удачи вам Традиционно Выступают Деканы И После Марии Викторовны Крудневой Интеллигент Наступив им место Выступает Роман Викторович Сыклов Дорогие друзья Ну, во-первых Дмитрий Кривович говорил о том Что Мы старались Чтобы вам было интересно Но я могу сказать Что и вы тоже Постарались Потому что нам с вами Было интересно И вот эту вот Интересность Хотелось бы Продолжить дальше Вот Поэтому я сразу же Приглашаю вас Не Расставаться с нами Причем Не обязательно В конечном итоге Быть аспирантами Докторантами Магистрантами И прочими Разными товарищами Быть друзьями И участвовать В нашем совместном С вами жизни В нашем совместном Общении Как в некого рода Клубе Вот С другой стороны Вот Если вспомнить Что из себя представляет Человек Сейчас я дам вам Некую Антропологическую схему Я же не наговорился В отличие от Дмитрия Кирилловича Да Немножко Может не похоже На то О чем Мы с вами говорили На занятиях Человек Что из себя представляет Человек Для окружающей реальности Это разум Это слово Речь его И это тело Ну и есть некое Внутреннее состояние Дух Человеческий Вот по поводу Разума Мы старались с вами Работать Заставляя читать Книжки Обсуждать Всякие разного рода темы И хоть мы говорили Мы страшно толерантны И вы имеете право На собственную точку зрения Но на экзамене Будьте любезны А что на экзамене То и забывает И то и не забывается Хотя наоборот Именно то и забывается Что на экзамене Мы старались Работать С вашей речью Ну по той просто Не потому что вы Не умеете Говорить по имени Правильно А потому что Когда оказывается Ситуация нового предмета Нового учебного предмета Приходится говорить На новом неком Ходульном языке Преподавателей Вот И в итоге Как ни парадоксально Но речь наша Ваша развивается С некоторыми из вас Но правда Таких меньшинств Мы занимались Работой и телесной Но не в духе тантры А в духе сокера То есть футбола Так что все эти Три сферы Оказались В течение этих лет Обучения охвачены Естественно Сферу духа Мы не касались Не имеем права Это делать Но мне кажется Что какие-то Возможно Духовные изменения Произошли И там И Дмитрий Киллович Об этом говорил Ну и в продолжении Первая часть Своего выступления Я хочу сказать Что было бы Очень здорово И замечательно Если бы нам С вами удалось Удалось продолжить Это взаимное общение Ибо точно так же И у нас И тело И слово И речь И дух Изменялись Так что я желаю Нам с вами Новых встреч А вас поздравляю С очередным шагом Ну и так Неплохим шагом В жизни Правда Уважаемые коллеги Поскольку я Буду вынужден Плачить 5-10 минут Убегать На радиостанцию Град Петров Продолжать Подвигать бренд Этого самого заведения В котором мы находимся Поэтому я наверное И прощаюсь С определенной частью Из вас Но повторяю Я открыт для общения И очень рад вам Невозможно представить себе Дневное Завочное отделение Выезды Въезды Переезды Наши Академические Без Человека Который сидит сейчас В первом ряду По вину И собственному Дресс-коду Как всегда Мы это знаем Все неизменно Александр Алексеевич Хлебов Спасибо Дорогие друзья Ровно Месяц назад Мы с вами встречались Практически В этой же обстановке Когда Судьба ваша Была еще не ясна Впереди были Госэкзамены Впереди были Защита диплома Много-много Было все Вот мы встречаемся Месяц прошел Кроме того Полетело Несколько лет У каждого Разных У каждого Разное количество лет Я вот тут Подумал Что на самом деле Студенты наши Причем заученные Особенно Они похожи Знаете На дробинки В патроне Таком охотничьем То есть На входе Они все вроде В одном положении А куда они прилетят В итоге Как быстро Они долетят До своей цели Долетят ли до них Или перелетят Это всегда определяется Собственно Самим ходом Нашей истории Поэтому я искренне Поздравляю всех тех Кто дошел До получения Этих завидных Синих Корочек Которые сейчас лежат На столе Я думаю Что наверное Если бы мы просто Написали когда-то Много лет назад С вами заявление О поступлении В Академию А потом получили Эти корочки Вот не наполнив Это теми Совершенно удивительными Минутами Часами Днями Которые случались У нас здесь По самым разным поводам Я думаю Что это было бы Не так интересно Мы действительно С вами не расстанемся В отличие Наверное От всех выступавших Я не призываю вас К тому Чтобы не оставаться С нами Я абсолютно уверен В том Что этого не произойдет Хотя сегодня Не все дошли До этих стен Но наши ряды полны Мы видим многих С их семьями С их друзьями Знакомыми То есть оказывается Вот какая интересная жизнь За каждым студентом Стоит целый куст людей Которые поддерживали его Которые довели его До этого заветного часа Абсолютно точно Наблюдали за всеми стадиями Изменения его сознания В ту или другую сторону Я абсолютно уверен Что мы с вами не расстанемся И в этом благостном И оптимистичном Настроении Я покидаю эту трибуну Спасибо за то Что вы были с нами Спасибо Две минуты попросил Константин Евгеньевич Не то же Мы будем давать слово Нет Пока дипломы здесь Придется Кто Пока дипломы здесь Кто вас спрашивает Я не буду присоединяться К выступлениям Моих коллег Добавить нечего Единственное Я расширю чуть-чуть Тезис Александра Алексеевича О том Что мы не расстаемся И да Значит Ближайшая точка Сприкосновения Ожидающая нас Сентябрь Ведущего года Когда Здесь появятся Ну если не все То практически Все Каждый из вам Вот Всего того Что нужно будет Получить Приложение К диполу Наше Любимое Государство Очень любит Менять правила Игры На ходу Нам поставили Замечательную Подножку Поменяв Их Ну фактически В преддверии Вашего выпуска Изменились Изменились Правила Оформления Приложения К диплому Ну вот Соответственно Мы вынуждены Были Фактически Стереть Ну не то что Стереть Но скажем Сильно изменить Те заготовки Которые были Для вас Сделаны И соответственно Работа будет Вестись В течение Всего лета Кое в чем Придется Поучаствовать И вам Сейчас по окончании Вот радостной Процедуры Вам раздадут Кое-какие бумажки Которые я попрошу Заполнить И сразу же вернуть Они необходимы Для того Чтобы Ваше Приложение К диполу Было составлено В подобающем виде Далее Проверьте пожалуйста Чтобы электронная почта Обязательно была Здесь у нас Потому что С теми Кто живет далеко Будем связываться По электронке Будем присылать Макеты Ваших приложений С тем Чтобы получить Ваше одобрение Да Все правильно Имя отчество Написано Без ошибки Соответствующие Даты Стоят правильно И только после этого После вашего Одобрения Мы будем Запускать Страшно Дефицитный И страшно Дорогой Листик Бланка В принтер На самом деле Почти никому Не нужен За исключением Тех Кто собирается Продолжить Обучение В магистратуре Или в аспирантуре То есть Это единственное место Где этот документ Потребен Да Вот так Вот так В качестве Ложки Дегтя Я выступил Ну что ж У нас Вообще Коллеги Как-то Выступающие Насчет Измененного Сознания Насчет Большой работы Которая была Над всеми вами Проведена Что такое То ли Психологическая Какая-то Компания То ли Медицинский Консилиум То ли Это Бригада Практически Скорой помощи Да Насчет Реанимации Это Наверное Переборщили И Вряд ли Тридцатретья Бригада Вот Но В общем-то Говоря В нашей Медицинской Компании Есть Разные Специалисты Каждый По своему Профилю И каждый Серьезно Один Смотрит В глаза Другой Думает В уши Тридцатретья Короче говоря Я сейчас Вот Некоторым Приходится Намазывать Йодом Пальчик Короче говоря Сейчас я Предоставляю Слово Человеку По которому Не надо Говорить Что именно Он делает Это Специалист Универсальный Это Специалист У которого Все Врачебные Специальности Вот Ирина Сергеевна Прошу Знаете Меня так Неожиданно Представили Что я Сама До последнего Не понимала Что мне Сейчас Принется Говорить Дорогие Коллеги Я очень Рада Тому Что вы Все Сегодня Здесь Я особенно Рада Видеть Людей Которых Я здесь Увидеть Не ожидала Потому что На самом деле Сегодня в Академии Стали появляться Какие-то Совершенно Для меня Волшебные Люди Которые Вот Дима Гусев Старо 120 Группы Который От групп Подбился Год Назад Но не Смог Не приехать На вручение Диплом Своим Коллегам Семь Опять же Наших Дорогих Студентов Многих Мы знаем На самом деле Некоторые Учились Практически Вместе Со своими Родителями И сегодня Должны бы Уже Диплом Получить Вместе С ними Но Видимо Придется Подождать Какое-то Время В общем На самом деле Каждый год Когда время Подходит К выпуску Начинаешь Невольно Думать Ну а как Дальше Без этих Людей Вот Пять лет Ты с ними Жил Как-то Вместе Какое-то Время Наконец-то К пятому году Ты стал Понимать Как можно Уживаться Так Чтобы Всем Было Хорошо И как раз В это время Они Радостно Получив Диплом Уходят Вот Каждый год Утешает То Насколько Успешно Вы проходите Все Последние Испытания И соответственно Насколько Красиво И успешно Вы Подходите К этому Моменту Получения Собственно Диплома Вот В этом Году Могу Сказать Что Впервые За По-моему За все Время Пока Я работаю Не было Ни одной Тройки На защите Дипломных Работ На самом Дипломы Защитили Очень Достойно И нам Было На самом Деле Интересно Их Было Много И понятно Что Среди Такого Количества Всегда Можно Найти Какие-то Интересные Дипломы Но На самом Деле Это Было Очень Достойно Интересно И Спасибо Вам За Это Вот Я Хочу К словам Своих Коллег Прибавить Только Одну Маленькую Деталь Мы С Вами Наверное Не Расстанемся Я Видя Вас В таком Разном Составе Вот Кто-то С четвертого Курса Пришел Кто-то Из выпускников Пришел Кто-то Из тех Кто Учился Вместе С теми Кто Сегодня Выпускается И Пришел Поддержать Вот На самом Деле Это Студенческое Братство Оно Уникально Сколько Бы Вы Не Учились И В Каком Возрасте Вы Бы Это Не Делали Но Люди С которыми Ты Прошел Пятилетние Трехлетние Или На Каком То Периоде Встретился С ними Они Остаются Настолько Своими Родными И Дорогими Можно С ними Не Встречаться Пять лет Но Встретившись Через Пять лет Все равно Вот И Я Всячески Вас Призываю Просто Хранить Это И Встречаться Не раз В пять лет В десять лет Можно И раз В двадцать Встречаться А можно Встречаться Как мы Тут Суждали В минувшие Выходные Каждый Сезон Каждое Время Года Пришла Весна Весенний Сбор Пришла Зима Зимний Сбор Ну И Как То Так Вот Я Вас Поздравляю Вы Все Молодцы Вы На самом деле Здорово Сделали То Что Вы Должны Были Сделать И Поздравляю Вас Всех С Сегодняшним Праздником Спасибо Вам Коллеги Ректор Благословил Мне предоставить Слово Самому Сам Себе Самому Себе Да Самого Зарапортовался И сразу Вспомнил Историческую Фигуру Которую Вряд ли Все Присутствующие Здесь Но те Кто постарше Тебе Вспомнят Был такой Николай Викторович Подгорный Это его Сменил Леонид Ильич Брежнев На пост Главного Государства Председателя Президент Верховного Совета Так вот Он как-то На вручение Очередной Золотой Звезды Подгорный Сказал Спасибо Коммунистической Партии За то Что я Стал Таким Каким Я Есть Вот Это Вот В том Духе К К Чему Я К тому Что Действительно Уважаемые Коллеги Не Обязательно Уходить Отсюда Навсегда Не Обязательно Уходить Отсюда Надолго Не Обязательно Вообще Отсюда Уходить Можно Быть Вот Этот Клуб Клуб Наших Выпускников Тот Пул Наших Доброжелателей Тех Кто Наш Бренд Продвигает Как Сказал Роман Викторович Будьте Всегда Рядом С нами Мы Будем Вам За это Благодарны И Тоже В свою Очередь Всегда Готовы И Открыты В том Чем Мы Можем Вам Помочь Будем Стараться Делать Я Как Проректор По Научной Работе Должен Предострелить Вас Уважаемые Коллеги Аспирантуры И магистратуры Не обязательно Всем туда Идти Совершенно Необязательно Некоторые Долбэ Прекрасно Понимают Что Вот В общем Сейчас Определенный Этап После которого Должна Ити Практическая Работа Служение Возвращение К семьям И так далее Не надо Устраивать Очереди Из поступающих Не надо Хватать за руки Так сказать Ваших Потенциальных Научных Руководителей Возможных Кураторов И так далее Если можешь Не писать Не пиши Тем более Что обстановка Сейчас сложная Советы Закрываются В общем В течение Ближайшего Времени Пока непонятно Государство Играет в игры Понятные только Тем Кто в них играет Вы же знаете Вот сегодня Например Пикетируют Пикеты Тоже продолжаются На предмет Сохранения Академии наук В том виде В каком она есть Ну в общем Я наверное Мог бы на этом Закончить Но все-таки Относительно Того Что Тем кто Получил Дипломы Специалистов И хотел бы Вот реально Хотел бы Что-то делать Дальше По той Специальности Которую получил И увидел Сейчас в своем Дипломе По тому направлению По той Специальности И кто не может Жить без Научно-исследовательской Работы Которому хочется Заниматься этим Дальше Ну вот Никак Без этого Не обойтись Для тех Конечно Путь открыт И Мы ждем Вас Поступающих В магистратуру И В аспирантуру В ближайшие Два дня Мы работаем Для вас В течение Четвертого И пятого И Только подумайте Не приходите Просто так Вот мне жаль Уходить И я не знаю Чем бы мне еще заняться Продумайте тему Поговорите С научным Руководителем И тогда уже Приходите Хорошо Уважаемые коллеги У нас есть Еще какие-то Серьезные Процедурные моменты Касающиеся Нет Нет Все Тогда все Так что же Теперь придется Отдавать дипломы Коллеги Как мы не тянули время Но все-таки Придется отдавать вам документы Какие будут команды Касающий 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 Сейчас я объясню Процедурные моменты И вы тут 28 июня 2013 года Состоялось заседание Государственной Аттестационной комиссии Решением Который Более 50 Студентов Позаучного отделения РФ Были подтверждены В ранге Специалистов Некоторые Бакалавры На основании Чего Был изготовлен Вот этот документ Сейчас Вы будете получать Соответственно За Выручение Диплома Необходимо Разписаться В журнале Поэтому Человек Получивший Из рук Ректора Диплом Благодарит Его Некоторые Целуют Ну Соответственно Доставляется Да После чего Делают шаг По направлению К Елене Юрьевне И делают Отметочку Ставят свою Подпись Крестик То что умеет Прикладывают Балец В журнале Кроме того Необходимо Буду взять Вот такое Заявление Тут же его Где-нибудь Быстренько Заполнить И отдать Вот кому-то Из нам Да Интересно Это Одинственная Поправочка К Арина Юрьевна Не подходите Тут Элина Юрьевна И Элина Юрьевна Элина Юрьевна Элина Юрьевна Элинаận Хорошо, хорошо. Ну что, начнем процедуру. Бердышев Андрей Валентинович. Ефимов Дмитрий Михайлович. Поздравляем. Катаева Левтина Викторовна. Козлов Андрей Эдуардович. Козлову говорите. Когда он появится, да. Козлов, наверное, в Колумбии, я так понимаю. Нет, но и доверенности тоже нет. Да ничего. Голидов Евгений Юрьевич. Он близко к Козлову. В Колумбии. Так, Каналовов Валентинович Васильевич. Там же. Группу можно формировать из этих людей. Потоки. Лукьянов Андрей Юрьевич. Тут куда? Мурашкин Владимир Григорьевич. Мефедова Людмила Юрьевна. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это пресса. Нежелтая. Пальванов Илья Ильич. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 САФРОНОВ АЛЕКСАНДР АНОТОЛИЦ. АПЛОДИСМЕНТЫ УСИНКА ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Шенгина Юлия Володимировна. АПЛОДИСМЕНТЫ Щербинин Андрей Александрович. АПЛОДИСМЕНТЫ Без совершенствий Сергей Владимирович. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Зинин Владимир Владимирович, Клементьев Игорь Николаевич, Косякова Оксана Юрьевна, Николаева Нина Ивановна, Отмаштин Олег Александрович. Сидорчук Мария Александровна. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ульшин Андрей Николаевич. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Шарутий Игорь Борисович. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Психология. Психология. Евгений Александрович. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Чудинов Евгений Ваверич. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Славьева Ольга Александровна. Сиркова, Дарья Олеговна. Пяткова, Наталья Васильевна. Паутанова, Евгения Юрьевна. Плаховская, Ирина Викторовна. АПЛОДИСМЕНТЫ Нового Екатерина Константиновна. АПЛОДИСМЕНТЫ Каверина Марьяна Германовна. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Взведена Мария Сергеевна. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Судя по поводу, то тоже не так обучение было. АПЛОДИСМЕНТЫ Егорова Екатерина Владимировна Поздравляем! Губенко Мария Владимировна Горошкова Екатерина Владимировна Коллеги, на заявление «Майскую» лучше дату ставить. Кто поставил уже, тот поставил. Горошкова Екатерина Владимировна Васильева Татьяна Викторовна Брица Людмила Анатольевна Бережная Ольга Алексеевна Белецкая Анатольевна Владимировна АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПОМНОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Дипломы кончились, дипломы больше нет. Для психологов сертификаты. Всем выдали? Кто здесь? Кто прецедовал? Процедура такая же, нужно расписываться. Дрежная Ольга Алексеевна. Выдаем сертификаты Русской Крестьянской Гуманитарной Академии, что за время обучения в Крестьянской Гуманитарной Академии вы включите психологию, вы прошли тренинг. Борис Белла Анастальевна. Васильева Татьяна. Журавлева Татьяна Альбома. Журавлева Татьяна Альбома. Никто не хлопает уже. Бягина. 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 Благодарю. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Уважаемые коллеги, ну что ж, еще раз поздравляем вас с этим важным моментом в вашей жизни и в нашей тоже. И традиционно после вручения дипломов возможны, не обязательно, но возможны выступления, так сказать, достуемых, то есть тех, ради кого мы все сегодня собрались. Если есть желающие выступить, то мы просим их в заявительном порядке, записи никакой предварительной не было, зайти, да, никого не принуждали, не хотите, не выступайте. Прийти на эту трибуну и сказать несколько слов, не обязательно всю правду. Можно половину? Можно чай. Итак, трибуна пустая, ждет вас. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Просто. И группа уже непроста. Позвольте вам низко поклониться и принести небольшой дар от вас. Для начала это… Это вот такая вот энциклопедия всемирной истории, вот такая очень красивая, вот все посмотрите. И мы хотим вам зачитать тут вот из первого тома. Тут как раз о нашей Академии. Я весь не буду читать, половину там. Вот как раз на букву А тут прекрасно написано. Да. Энциклопедия всемирной истории. Том 1. Истоки цивилизации. Буква А. Академия. Учебное заведение, созданное одним великим философом для обучения других философии. Считалось, что Академия – священное место. Здесь находилось множество алтарей, статуи, рядом протекала река. Академия была излюбленным местом отдыха академиков. Академия существовала как братство философов по образцу объединения пифагорийцев. Все ее члены платили взносы, жили и питались вместе. Руководил школой избранной всеми и бессменной с халах. Академия помещалась в старом здании. Над входом была сделана надпись «Не геометр, да не войдет». Главным видом занятий в Академии были беседы. Одним из видов занятий считалось уединение и размышление в тишине. Как философская школа, Академия просуществовала почти тысячу лет. А потом возродилась под новым именем РХГА и просуществовала еще тысяча лет, чему все мы были очень рады. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Чтобы у вас не было никаких проблем совсем, на этом долгом пути, который имеет начало, но не имеет конца, на пути просвещения, на пути духовного роста своего и своих воспитанников, на пути исполнения своей собственной миссии, мы хотим подарить вам икону Ангела-Хранителя, символа Академии. Ангел Божий, Хранитель наш Святый, на соблюдение нам от Бога с небес данных, прилижно молим тебя, ты нам вниз просвети, от всякого сглаза храни, ко всякому благу, благому деянию наставь и на путь спасения направь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Знак мира от нашей группы и любви ко всем вам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это прекрасный тост, особенно в преддверии того, что хотя бы 0,16 промерель возвращается вроде как в наш организм. В наш организм. Все-таки погрешность нам разрешили небольшую. От слова греха Непроизноситель. Уважаемые коллеги, нет ли еще желающих выступить? Москва слезам не верит. Ну что ж, коллеги, на 7, если не возражаете, мы торжественную часть нашу закончим. И если кто хочет как-то пообщаться еще неформально, друг с другом, то это, наверное, не возбраняется. А так, еще раз поздравляем и на 7 закончим. Спасибо. 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 Спасибо.